Вот так быстро, незаметно и, как говорили в детстве, словно комарик укусил. Те, кто стоит в очереди за вакциной, твердят, как отказаться от прививки, если ее так просто получить. Гораздо проще, чем потом пытаться отвоевывать у коронавируса каждый вдох. Все эти люди видели тяжелые последствия болезни у других. И себе таких не хотят. Мы живем в современном мире и видим, и смотрим в СМИ, читаем, что это действительно нужно привиться. Это очень серьезно. И ради своего здоровья, ради будущих наших детей и внуков. Вакцина в синих ампулах для тех, кто получает первый компонент. Тем, кто пришел повторно, вводят препарат из красного флакона. И такого, чтобы вакцина простаивала, здесь нет. Нет. Кочебеевский округ сегодня прививается активнее всех в крае. Здешние жители убеждены, альтернативы прививки пока не существует. Ну, не знаю, я привыкла делать прививки. Как-то доверяю. Вот сколько лет я уже не болею ни гриппом, ничем. Ярых антипрививочников в Кочебеевском округе действительно нет. И кажется, что на такую сознательность жителей повлияло то, что к коронавирусу с самого начала пандемии они были, пожалуй, ближе всех. Ведь здесь, в муниципалитете, находится один из самых крупных ковидных госпиталей. Вот одно из отделений за моей спиной. И такая близость с больницей отразилась на каждой семье, живущей в округе. Поэтому кочебеевцам не надо объяснять, что лучше один раз сделать прививку, чем оказаться здесь, на больничной койке. Сегодня здесь полностью привились порядка 17 тысяч жителей. Первый компонент получили около 25 тысяч человек. Пройти процедуру в муниципалитете не составляет труда. Прививку можно сделать в удобное время, в удобном месте. На сегодня у нас функционируют три стационарных бригады и шесть мобильных бригад. Более того, в ближайшие дни мы планируем расширить количество мобильных бригад до 10 и продолжать вакцинацию. Но далеко не все такие сознательные, как жители округа. В этот коронавирусный госпиталь в селе Кочубиевском со всего края свозят пациентов с инфекцией. Сейчас медучреждение занято наполовину. И среди тех, кто лежит в красной зоне и борется за жизнь, нет ни одного привитого человека. И в этом кроется огромная угроза. Всегда инфекция ведет себя по-разному. Но мы знаем одно, что в эту так называемую третью волну инфекция гораздо более агрессивна. Она помолодела, она поражает уже более молодых людей. И протекает гораздо быстрее, молниеноснее. Так что в период, когда эта агрессивная форма вируса ищет себе новую мишень, лучше опередить ее на шаг и защитить себя вакциной. Джимиля Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.